Уже год в Красноярском крае работает Центр управления регионом, куда стекаются жалобы жителей. О том, что такое ЦУР, как сделать так, чтобы ваши жалобы или предложения были услышаны, поговорим со специалистом Центра Дарьей Довбыш. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, если можно, в двух словах, что такое ЦУР? ЦУР – это государственный интернет-сервис, созданный для решения бытовых проблем жителей региона. В некотором роде это ситуативный центр. Мы выявляем проблемные вопросы граждан через поступающие к нам обращения непосредственно и передаем их в органы исполнительной власти. А вот если по алгоритму, как я, как простой житель, должен понять, что вот это обращение я могу через ЦУР или куда-то в какой-то другой орган? Или нет никакой классификации? Нет классификации. Любое обращение может быть направлено к нам, если оно беспокоит жителя, в общем-то. Мы уже сами найдем исполнителя, назначим, зададим вопрос, проконтролируем решение ситуации. Теперь вот все это, вся эта ответственность лежит теперь на нас, на специалистах ЦУР. То есть, минуя все определенные ступени, можно напрямую к вам обратиться, и вы уже самостоятельно принимаете решение, куда направить? Да, конечно. Мы обязательно вступаем в диалог с каждым, разбираем его вопрос, уточняем, если нам не достает какой-то информации, и передаем уже к исполнителю. А вот по поводу диалога, как обратиться это через сайт, письмом, электронной почтой? Можно написать сообщения в социальных сетях. У ЦУРа есть группа ВКонтакте и группа в Инстаграм, страница в Инстаграм. Можно составить сообщения в свободной форме, рассказать о своей проблеме. Чем подробнее, конечно, тем лучше, но насколько возможно. Мы вступим в диалог, разберем этот вопрос. А какие чаще всего жалобы поступают? Большинство обращений у нас поступают по благоустройству. 53% за прошедший год обращений было по теме ЖКХ, жалобы на разбитую дорогу во дворе, плохое качество двора непосредственно, жалобы на отключение воды. Такие вопросы мы тоже все передаем в контролирующие органы. То есть, если даже касается работы управляющей компании, это тоже можно через вас? Да, конечно. Мы передаем этот вопрос, например, в службу строительного надзора или связываемся непосредственно со специалистом управляющей компании, если у нас есть такая возможность. Ну вот, смотрите, есть же у нас и депутаты, очень часто обращаются к СМИ для решения тех или иных вопросов. Кто-то выходит в государственные органы, и теперь еще есть ЦУР, который тоже занимается снятием определенных вопросов. В чем тогда различие между всеми? Ну, Центр управления регионом создан специально для сокращения бюрократического процесса долгого, для того, чтобы вопрос переходил непосредственно сразу к специалистам, ответственным за это. Сообщение сейчас проще написать. Если мы говорим о депутатах, если мы говорим о какой-то официальной обратной связи, то это долго, это не меньше 30 рабочих дней решения вопроса. В случае с ЦУРом, можете в социальных сетях написать, и мы в течение часа дадим первый ответ. То есть, что обращение принято в работу, мы его передали специалистам и возьмемся за решение. Ну, наше преимущество – это скорость. Ну и, соответственно, ответ обратившийся тоже получает онлайн, или все-таки это письменно потом приходит по итогу? Какое решение? В основном, конечно, онлайн, но это зависит от степени проблемы. Бывают ситуации, когда вопрос сложный, и можно решить его только официально. Тогда мы, конечно, передаем все равно это обращение в обработку, и готовится уже официальный ответ. Но все равно мы онлайн связываемся обязательно с человеком. Какой наиболее частый вопрос от жителей территории, не красноярцев? В регионах в последнее время чаще всего стали обращаться как раз по проблеме здравоохранения, нехватка, например, медицинских работников. Ну, у нас в таком случае мы, конечно, передаем эти вопросы в Министерство здравоохранения. Был у нас кейс, когда вопрос быстро решился, например, в Шарыпово, в Шарыповскую районную больницу, если я ничего не путаю. Были направлены молодые врачи, молодые специалисты. Так что сейчас развивается программа «Земский доктор» в связи с этим. На основании этих обращений жалоб граждан на нехватку. То есть это через вас и, соответственно, решение вопроса, да? Да, да, совершенно верно. Я знаю, что ЦУРу исполняется год, если я не ошибаюсь, да? Да. Есть какие-то определенные итоги уже за этот год? Есть. К чему стремиться или какой-то позитивный опыт? Вообще, это же не только у нас есть Центр управления регионом. Как насчет опыта по всей России? Конечно, ЦУР – это не только краевая наша какая-то инстанция. ЦУР функционирует во всей России. В каждом регионе есть собственный Центр управления. Чем отличается наш Центр управления регионом от коллег по Российской Федерации? Есть ли какая-то особенность? В конце ноября мы отметили с коллегами год работы. За год нами было решено более 16 тысяч вопросов. 80 кейсов у нас опубликованы сейчас. Больше половины вопросов – это благоустройство, ремонт дорог. По статистике сейчас в Сибирском федеральном округе Красноярский край занимает лидирующие позиции. В течение всего года мы были на первом месте, на втором. За ноябрь получили статистику опять первого места. Как самый эффективный, самый быстрый. То есть это по количеству обращений или по количеству решенных вопросов? По количеству решенных вопросов. Какая-то ведется статистика еще даже на уровне федерального округа? Да, конечно, это мотивация для эффективной работы. Я желаю вам удачи и, наверное, следующий год принесет еще больше положительных решений. Будем стараться. А я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали со специалистом Центра управления регионом Дарьей Добыш.